всем привет у нас сегодня вот такая чудо погода моя супер нелюбимая вот данный момент прям не идет дождь а так он вообще идет не переставая ненавижу дождь никогда не пойму тех людей которые любят его для меня любая погода погода но больше всего и конечно люблю солнце постоянно в неограниченном количестве жарище вот такую погоду я не люблю вот стараюсь такую погоду всегда найти себе занятий дома максимально много вот и сегодня занятий у меня максимально много проснулась с утра выпила стакан воды с яблочным уксусом потому что я еще выздоравливаю после своей простуды потом выпила еще где-то бокальчик чая дарджеллинга не крепкого а сейчас у меня уже много занятий мне нужно приготовить корейский салат камничу с мясом его буду делать и молочную карамель нужно успеть сварить потому что наполнить мне нужно сделать творожники как делать молочную карамель как делать творожники у меня уже есть видео я не буду сейчас снимать а вот как сделать камничу корейский салат с мясом и сырым картофелем я постараюсь для вас снять сейчас я вместе с вами попью кофе закипает у нас чайник не вот такой большой бокал мой любимый кто-то любит кофе маленьких мензур очках кто-то любит больших мензур очках я люблю больших мензур очках беру корицу свою любимую крупно дисперсную для чай для кофе где-то вот столько вот третью часть чайной десертной ложечки беру свою любимую органический перуанский кофе молотый на такой бокал я кладу две такие десертные ложечки и все заливаю кипятком и оставляю место для сливок сегодня у меня будет кофе со сливками процесс пошел а я пока сделаю так чтобы молочная карамель начала готовиться увидимся вот так вот через какое-то время кофе заварился и весь осел и добавляем 33 процентные сливки и вот так 33 процентные сливки либо масло какао корица вам поможет именно пить кофе научиться пить кофе без сахара потому что раньше я пила кофе со сгущенкой кофе с сахаром и с лимоном кофе еще с чем-нибудь короче мать муще всяких сладостей теперь в моем кофе только сливки либо какао масло и корица так я люблю свой кофе вот здесь у нас с вами смотрите как красиво на медленном огне будет сейчас варится где-то примерно час молочная карамель она у меня на пп рецепте как бы вообще она состоит из молока сахара и соды но моем случае она состоит из молока ксилита кокосового сахара и соды и так она у нас будет с вами здесь сейчас час в этом сотейнике варится слушайте я вас так хотела вообще поблагодарить тут снимала видео сказала о том что приболела немножечко я столько добрых слов только добрых слов и столько пожеланий поздоровления ни разу жизни не слышала и я все-таки думаю как это здорово что я завела свой канал потому что я отдаю вам информацию отдаю вам свою энергию отдаю вам свои силы свой позитив и хочу получать взамен то же самое да я согласна что я не могу нравиться всем людям и у меня есть масса людей которым я не нравлюсь по каким-то причинам ну я бы например если мне кто-то не нравился я бы не писал вот вы там жуткая противная еще какая-то там я от вас отписываюсь неужели вы думаете мне не чихать подписанного на меня или нет я изначально пришла на youtube именно для благих целей именно для благих целей для помощи покупок на ахерп потому что свое время когда я начала делать закупки на ахерп для меня таким спасительным спасательным кругом было то видео я год хотела заказать на ахерпе товары швырялась там в каталогах читала эти непонятные отзывы одним нравится другим не нравится я то положу этот продукт в корзину то вы ему его и вот хотела там заказать никак не решалась и благодаря тем девчонкам которые снимали видео о покупках сахерпе наконец-таки решилась это сделала и стала безмерно счастлива и именно начиналось начиналось у меня всю мое творчество на youtube именно с распаковок сахерп потому что мне хотелось этим девчонкам отплатить и той же самой монетой потому что мне хотелось вот чтобы мы помогали друг другу они же мне помогают бескорыстно и я должна это сделать тоже по такому принципу я устроена вот и поэтому то что кто-то там отписывается от меня пожалуйста это ваше личное право мы здесь все по доброй воле друг другу присоединились да и точно так же у меня есть девочки которая занимается распаковкой которых я не смотрю не смотрю есть такие варианты где мне просто не нравится голос есть варианты где мне не нравится как снимается это видео есть варианты где мне не нравится сам человек я вот сколько раз например у меня есть такие девчонки где я вот уже все например полгода не смотрела видео до этой девушки и ту друг у нее выходит новое видео мне очень хочется посмотреть что она купила там да но я включаю это видео я не подписана на эту девушку я включаю это видео начинаю смотреть и понимаю что меня начинает тошнить меня прям начинает тошнить я не могу смотреть потому что там же нужно непременно смотреть да и слушать недостаточно только слушать если например алексея ворона я могу просто включить прямой эфир и ходить делать какие-то дела не нужно на него смотреть да потому что там то нужно смотреть то здесь то пардонте не надо смотреть поэтому это ведь все личное дело каждого и будет ли у меня там десять подписчиков 100 или там тысячи или сто тысяч это вообще не от меня зависит я здесь не снимаюсь в кино не собираюсь стать актрисой и певицей я просто такой человек какой я есть если вам интересно со мной пожалуйста будьте со мной там да грубо говоря как мне нравится например там да юля высоцкая человек не любит юлию высоцкую мне нравится мы все и индивидуальные понимаете поэтому зачем вот эти вот высокопарные какие-то слова там не от вас отписывать да пожалуйста пожалуйста отписывайтесь подписывайтесь это ваше личное дело меня это никак не расстраивает другой вопрос что я была безмерно счастлива от всех ваших вот пожеланий для моего выздоровления и всех вас хочу поблагодарить за это до такого количества пожеланий выздоровлений мне кажется здесь от одних пожеланий можно выздороветь сколько вы мне их пожелали и youtube пространстве и в инстаграме и директ сколько вы мне добрых слов написали для меня это очень ценно потому что ну это приятно когда тебе говорят спасибо за то что ты сделал да еще когда найдут вот столько вот слов как я всегда пишу несколько вы чернин для меня не пожалели это здорово да я счастлива карамель варится кофе отличные чудо просто вкуснее ничего же не не пила счастья вот такого не бокальчика одного достаточно чтобы насладиться этим ароматом этим вкусом зарядом бодрости на весь день просто балдеет тут самое главное поймать вот эту нужную температуру для себя когда он не горячий когда он не холодные короче успеть вовремя его побить потому что вот например у меня на работе так часто бывает что я заварю кофе да и вдруг там за меня займут какими-то делами и естественно я не могу вовремя пить и потом уже приходится пить холодный он конечно тоже вкусный но вот это вот правильная температура продукта она очень важно расколотила все свои большие прошлые бокальчики один остался отнесла его на работу для дома приобрела новой ходила макси дом искала именно чтобы они были фарфоровые большие потому что мне вот как-то я когда выпиваю другой объем как-то не получается что вот я полностью не чувствую что я полностью насытилась всегда хочется побольше вчера делала свою любимую маску из хны вот все у меня не нравится единственное что мне вот этот вот как бы запах потом когда волосы я мою вот этот вот травяной такой такой какой-то такой плотный вот каким-то способом нужно научиться от него избавляться может быть это нужно яблочным уксусом с полосной головы кстати попробовать будет завтра потому что прям вот этот вот травяной запах мне не очень нравится я помыла своим шампунем любимым кстати вот этот последний шампунь который был у меня с жжоба и с мятным маслом тоже очень классный короче по качеству они практически ничем не отличается только у этого такой легкий потом мята есть что мне непременных плюс сейчас я буду делать такой сложный салат но должна успеть до обеда это сделать потому что это будет нашим обедом отличный такой салат для обеда в нем все будет белок и клетчатка и зелень и углеводы в нем все будет ладно давайте увидимся попозже немножко понаслаждаюсь для салата нам с вами понадобится штук пять вот таких вот крупных картофелин потому что мы будем терять на корейской терке головка чеснока лук столько сколько любит человек вы можете прям одну луковицу положить я лук жареный обожаю вы все это прекрасно знаете поэтому у меня лука будет вот столько два пучка кинзы свежей если вы по какой-то причине не любите кинзу то либо вы вообще не делаете этот салат либо вы не кладете туда кинзу но какую-то другую зелень вы туда не кладете вообще потому что другой зелени там не должно быть просто растительное масло это у нас замена соевому соусу кокосовая аминокислота здесь у меня ложка красной паприки чайная ложка кориандра молотого чайная ложка соли чайная и две ложки сахара чайная и пол килограмма телятины именно телятины пол килограмма не говядины не свинины а именно телятины вот такой вот ровный красивый кусочек без жил без жира без всего он у меня сейчас был в морозильнике замораживался слегонца потому что нам нужно будет его с вами порезать тонко соломкой приступим почистим картофель и чеснок и поставим воду кастрюлю для того чтобы туда окунуть картофель первым не сложным заданием для нас будет это натереть картофель на корейской терке нам нужно я вот так сразу тру воду чтобы не темнело трем мы воду картофель именно для того чтобы вышел весь крахмал остается небольшой кусочек картошки ну прям аккуратненько потому что корейская терка она такая ну опасная как и все терки потому что нужно надавливать и когда вот остается уже вот такой небольшой кусочек либо очень аккуратно либо ну просто выбросите этот кусочек у меня вот такая терка немецкая фирмы бернер ей уже наверное лет двадцать если не больше просто корейские терки в наше время например у моей мамы они были такие самодельные деревянные с металлической вставкой и мне не очень это нравилось это не очень эстетично было и вот свое время я купила недешево вот такую немецкую терку бернер о чем до сих пор не жалею ни капельки вот так картофель выглядит такими длинными полосочками и тереть его нужно в одну сторону если вы будете туда-сюда тереть то у вас такая будет каша а тереть нужно только в одну сторону а туда-сюда на такие на не такие будут мелкие а нам нужно чтобы они были длинненькие по рисунку если вдруг когда вы будете варить молочную карамель вы будете чувствовать что вам не нравится вот этот вот запах вареного коровьего молока вы можете сюда положить кто-то кладет корицу кто-то ваниль кто-то кардамон ну короче кому как нравится да я сюда кладу именно кокосовый сахар кокосовые кристаллы потому что именно он отбивает вот этот вот именно вкус как бы сладости он не дает он просто дает вот этот вот оттенок кокосовой карамели вот и молоко коровьем перестает пахнуть именно благодаря кокосовым кристаллам потому что я не хочу чтобы она была с корицей или с кардамоном или с ванилью я хочу чтобы это была просто нежная и вкусная такая молочная карамель со своим именно молочным тонким вкусом вот вот и когда уже она начнет вот такого кофейного цвета становиться это где-то через полчаса примерно происходит когда уже начнется вот такой процесс начальный загустевание я кладу туда еще это такой мастхэв кладу туда немножечко прям вот четвертую часть наверное чайной ложки так морской соли и вкус получается если вы хоть раз на ахербе заказывали кокосовую карамель с морской солью вот вкус прям вот такой получается вот прям чуть-чуть морской соли это бенолайской и все и сразу бомба и вот сейчас уже далеко от нее не отходить потому что ее уже сейчас гораздо чаще придется перемешивать сказать картофель у нас лежит здесь потертый воде из него выходит у нас крахмал здесь у нас с вами закипает вода да просто вода просто вода без ничего почему у меня всегда чистая посуда и новая потому что я всегда мою сразу посуду вы знаете секрет моей вечно новой и чистой посуды особенно от моркови вот я очень часто делаю еще салат из моркови да и нужно мыть всегда посуду сразу чтобы она была чистая и как новая так карамель уже доготавливается все уже я этот раз ее не буду делать более плотной вы прям можете ее выпарить прям до плотника я этого делать не буду потому что мне нужна она тем более когда она остынет она ну еще встанет поэтому мне вот этой вот густоты сегодня будет достаточно поэтому я ее перемешиваю и убираю с плиты карамель у меня делается на самой маленькой конфорке и на самом маленьком огне лучше накрыть крышкой кастрюлю а чтобы пол вашей карамели не осталось на сковородке когда она будет остывать я вам советую ее сразу перелить в тот контейнер из которого вы будете ее есть потому что если вы ее оставите здесь остывать то она будет остывать затвердевать и потом на стенках останется очень много карамели и вам будет жалко ее выбрасывать вот а так вы практически все убрали столько ее получается с литра молока так вода у нас почти закипела и теперь мы с вами нам нужно вот этот картофель который у нас воде переложить в воду короче смысл в том чтобы ваш картофель стал и не сырой и не вареный буквально 3-5 минут мы его не варим буквально 3-5 минут он у нас с вами должен полежать в горячей воде в горячей воде ушел она была не вареная но и не сырая поэтому буквально 3-5 минут прям вот 5 минут не больше ее ни в коем случае нельзя сварить и все и сразу идете в лаковину на большом огне у меня все стоило и наливаете в дуршлаг вы ее всю слили в дуршлаг и все теперь вы ее не промываете не трогайте она уже не потемнеет она просто здесь сейчас у вас вся течет лишняя вода и остынет слегонца а мы с вами займемся приготовлением мяса мясо нужно будет нарезать тонкой соломкой именно для этого его нужно будет было предварительно подморозить немножечко чтобы у вас получилось его вот так сначала тонко разрезать на пластинки короче вот такая тонюсенькая должна быть пластинка вот а потом тонко нарезать на соломку в классических рецептах здесь либо очень мало мяса где-то 200 граммов например да либо вообще без мяса это как вариант тоже может быть все же люди едят мясо например вы можете это сделать и без мяса потому что клади чай она есть с мясом и есть без мяса у меня мясо здесь полкилограмма где-то потому что мы питаемся белком у нас непременно должен быть в рационе белого и те кто занимаются периодическим голодания или интервального голодания прекрасно это знает что наш организм состоит из жиров белков и углеводов и всем этим мы должны питать свой организм чем тоньше у вас будет соломка мясная тем лучше потому что картофель то у нас тонко порезан и соответственно и мясо должно быть тоже тонко порезанное берегите пальцы берегите ногти да это первое занятие соломка соломка где я решаюсь своего чудесного маникюра короче вот такие вот должны быть у вас получиться такие вот тонюсенькие полосочки полосочки спробую 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 может быть лучше у меня и будет получаться нет нет тоже не подходит не подходит подходящий нож для шинковки мяса будем жарить чтобы пожарить мясо нам нужна с вами хорошая сковородка большой огонь и небольшое количество растительного масла к сожалению но это факт подсалат нужно готовить с растительным маслом не кокосовое нехи тут не подойдет ничего не солим а Смотрите продолжение в 3 части. Пока мясо обжаривается, мы с вами пойдем картофель выложим. Возьмем миску, где мы будем формировать салат. И сюда переложим уже свой остывший картофель. Пока у нас уже с вами все стекла. Вот такой вот он, видите, остался весь один в один. Тем не менее, сырым картофелем он не пахнет. Сейчас приготовится мясо, мы сверху положим мясо. Вода все вышла и оно сейчас слегка обжарится. Так, вот чтобы все бока немножко подрумянились. Ну вот. 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 Вот так. Вот. Вот так. пересыпаем в картошку. Займемся нарезкой лука, все просто, просто на пополам и просто вот так вот тонко полукольцами, обязательно тонко полукольцами, это важно. Вот совсем другое дело, ножку меняла, совсем другое дело. Каждый нож для чего-то своего служит, да? Делаем большой огонь, ставим сковородку, вот такое большое количество лука у меня, если вы видите. Но не забывайте, что у нас и картофеля было 2 килограмма, и мясо полкило. И лук я люблю. Ой, продышалось луком, отлично вообще. И сейчас нам нужно сюда с вами налить побольше маслица, потому что нам нужно и лук с вами пожарить, и не забывать, что нам еще картошку нужно пропитать. Ничего в данный момент мы не солим с вами. А я пока займусь чесноком и кинжой, пока лук у нас с вами обжаривается. Лук не нужно ни до каких корочек, просто потихонечку его пассеровать, чтобы он был прозрачный. Больше нам ничего не нужно. От него далеко не отходите. Постоянно его перемешивайте, разбирайте, чтобы он весь разобрался. И постоянно его помешивайте. Нам не нужны горелые лукатки. Нам нужна просто ровная пастировка. Как только лук разобрался весь по полосочкам, я сразу ставлю средний огонь. И уже могу немножечко отойти оттуда и нарезать кинзу и чеснок. Кинзу, когда будете мыть, мойте ее хорошенько. Не забывайте, что она растет в песке. И вот внизу, там где стебельки, а стебельки у нее неровные, там может остаться песок. Обязательно промывайте хорошенько кинзу. Так, и не забывайте о том, что то, что у нас будет термически обработано, это режется на одних досках. А то, что вы непосредственно сырое кладете в рот или уже в готовое блюдо, это режется на других досках. Это очень важно соблюдать вот эту вот дисциплину. Ну, как pé. Смотрите продолжение в следующей части. 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 У нас почти готов. Собираем салат. У нас с вами картофель внизу, сверху мясо. Потом у нас с вами чеснок. Потом у нас с вами ложка чайной соли, ложка чайной красной паприки, ложка чайная кориандра и 2 чайные ложки сахара. Так, ну что, разговаривать мне больше с вами некогда. У меня здесь очередь образовалась. Вот так выглядит порция салата, камди-чаи с телятиной. Всем приятного аппетита, всем приятного просмотра. Пишите мне, не стесняйтесь. Я очень рада нашей дружбе. До новых встреч.